Всем привет! Продолжаем играть в Fallout, а я продолжаю зачитывать полезную информацию из книги Совершенный код Стива МакКоннелла. Поэтому крайне рекомендую приобрести эту книгу. Ну, сегодня продолжаем предыдущую тему. Это была глава 13. Нестандартные типы данных. И начнем с подглавы. Глобальные данные. А еще начнем с того, что я загружусь. Загружусь. Так, я нахожусь в Нью-Рина. Я тут поездил сам. Короче, поездил, попродавал какие-то шмотки. Вот у меня уже 8600 этих денег опыта. То есть, меньше 4000 до следующего уровня. Ну и... Полазим, конечно же, еще в Нью-Рина. И подделаем всякие квесты. Так, сейчас я переночую до утра. Так, так. И зайду-ка я вот в багажник сейчас залезу. Потому что здесь есть боксерский ринг. Я помню, там можно было побоксировать. Возьму вот эти вот перчаточки и пойдем... Это, по-моему, на следующей локации. На следующей улице. Ну, а пока иду... А, ну... Я не помню, на чем я в прошлый раз закончил. Но я там что-то сам делал. И не помню, видели или нет. Но я там выполнил квест. Меня приняли в семью Марина. Короче, там опыт дали и все такое. Опыт и все такое. Так, ладно, вот я пришел. По-моему, с этим надо говорить. Так, так, так. Так. Готово. Готово. Имя, имя. Поршень. Так. Ладно, пока тут то да сем. Продолжим. Итак, глобальные данные. Глобальные переменные доступны из любого места программы. Иногда этот термин небрежно используют для обозначения переменных с более широкой областью видимости. Чем локальные переменные, таких как классовые переменные, доступные во всех методах класса. Но сама по себе доступность внутри единственного класса не означает, что переменная является глобальной. Наиболее опытные программисты пришли к выводу, что применять глобальные переменные рискованнее, чем локальные. Эти программисты также считают, что полезнее осуществлять доступ к данным с помощью методов. Блин, потратил очки, ладно. Даже если применение глобальных переменных не всегда ведет к ошибкам, оно все-таки вряд ли представляет собой хороший способ программирования. Итак, распространенные проблемы с глобальными данными. Если вы без разбора используете глобальные переменные или считаете невозможность их применения ненужным ограничением, то, вероятно, вы еще не прониклись значимостью принципов модульности и сокрытия информации. Модульность, сокрытие информации и связанные с ними использование хорошо спроектированных классов может и не панацея, но они помогают сделать большие программы понятнее и легче в сопровождении. Когда вы это поймете, вам захочется писать методы и классы, как можно меньше взаимодействующие с глобальными переменными и внешним миром. Можно привести массу проблем, связанных с глобальными данными, но в основном они сводятся к следующим вариантам. Вы можете изменить значение глобальной переменной в одном месте и ошибочно думать, что оно осталось прежним в другом. Такая проблема известна как побочный эффект. Причудливые и захватывающие проблемы при использовании псевдонимов для глобальных данных. Использование псевдонима означает обращение к переменной по двум и более именам. Это происходит, когда глобальная переменная передается в метод, а там используется и в качестве глобальной переменной, и в качестве параметра. Проблемы реентабельности глобальных данных. Сейчас все чаще встречается код, который может выполняться одновременно несколькими потоками. Многопоточное программирование создает вероятность обращения к глобальным данным. Обращение к глобальным данным будут не только из разных методов, но и из разных экземпляров одной и той же программы. В такой среде вы должны быть уверены, что глобальные данные сохранят свои значения, даже если будет запущено несколько копий программы. Это важная проблема, и вы сможете ее избежать, используя технологии, предложенные ниже. Затруднение повторного использования кода, вызванное глобальными данными. Для использования кода из одной программы в другой, вам нужно вытащить его из первой программы и внедрить во вторую. В идеале вы могли бы извлечь отдельный метод или класс, встроить и встроить в другую программу и наслаждаться жизнью. Глобальные данные усложняют картину. Если класс, который вы хотите использовать повторно, читает и записывает глобальные данные, вы не сможете просто перенести его в новую программу. Вам придется изменить либо новую программу, либо старый класс, чтобы они стали совместимы. Правильным решением будет модификация старого класса, чтобы он не использовал глобальные данные. Сделав это, вы сможете в следующий раз повторно использовать этот класс без дополнительных усилий. Неправильным решением будет модификация новой программы с целью создания таких же глобальных данных, какие требуются старому классу. Это как вирус. Глобальные данные не только влияют на исходный код, но и распространяются по новым программам, использующим какие-либо классы из старой. Проблемы с неопределенным порядком инициализации глобальных данных. Порядок, в котором данные из разных единиц трансляций, в данном случае файлов, будут инициализироваться, в некоторых языках программирования, в частности C++, не определен. Если при инициализации глобальной переменной из одного файла используется глобальная переменная из другого файла, значение второй переменной предсказать сложно, если только вы не предпримите специальных действий для их инициализации в правильном порядке. Эта проблема решается с помощью обходного маневра, описанного в правиле 47 книги Скотта Мэйерса «Эффективный C++» за 1998 год. Но изощренность решения как раз и иллюстрирует ту излишнюю сложность, которую привносят глобальные данные. Так, это получается третий противник, да? Наверное, перед четвертым надо будет отдохнуть и, может быть, какие-то колеса употребить. О-о-о, это уже серьезный. Блин, надо было... Какие-то... Уже колеса надо было употребить. Нормалек. Короче, тут бокс в Ньюрино, у него правила простые. То есть, можно перчатки с утяжелителями. Кстати, у меня перчатки, я их нашел тогда в подвале. Вот как раз они с утяжелителями. Можно колеса есть. Можно убить противника. То есть, это... Ёлки-палки, надо было сохраниться. Вот я не помню, что если я проиграю, то что все. Смогу ли я еще раз его вызвать? Ёлки-палки, он раненый. Короче, мне гайки. Да. Надо будет. Ну вот и все. Помер я. Эх, 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 эх. Так, короче, я сейчас загружусь. Сейчас двоих противников побью. Да, зачитался. Надо было восстановить жизни. Так, ладно, пойду-ка я сейчас перчатки возьму и пойдем дальше. Так, нарушение модульности и интеллектуальной управляемости, привносимые глобальными данными. Сущность создания программ, состоящих из более чем нескольких сотен строк кода, заключается в управлении сложностью. Единственный способ, позволяющий интеллектуально управлять большой программой, это разбить ее на части. Так, чтобы в каждый момент времени думать только об одной из них. Модульность наиболее мощный инструмент для разбиения программы на части. Глобальные данные проделывают дыры в возможности модуляризации. Если вы используете глобальные данные, разве вы можете сосредоточиться только на одном методе? Нет, вам приходится сосредотачиваться на этом методе и на всех других, в которых используются те же глобальные данные. Хотя эти данные и не разрушают модульность программы полностью, они ее ослабляют. И это достаточная причина, чтобы найти лучшее решение ваших проблем. Так, а теперь тут причины использования глобальных данных. Ревнительные, точнее ревнители чистоты данных иногда утверждают, что программисты никогда не должны использовать глобальные данные. Но, большинство программ работают с глобальными данными в широком смысле этого слова. Записи в базе данных являются глобальными, так же как и данные конфигурационных файлов. Например, регистра Windows. Именованные константы это тоже глобальные данные, хотя и не глобальные переменные. При аккуратном применении глобальные переменные могут быть полезны в нескольких ситуациях. Хранение глобальных значений. Иногда какие-то данные концептуально относятся к целой программе. Это может быть переменная, отражающая состояние программы. Скажем, режим командной строки. Или интерактивный, или нормальный режим, или режим восстановления после сбоев. Или это может быть информация, необходимая в течении всей программы. Например, таблица с данными, используемая всеми методами программы. Эмуляция именованных констант. Хотя C++, Java и большинство современных языков поддерживают именованные константы, некоторые языки, такие как Python, Torl, AVK и язык сценария в Unix до сих пор нет. Вы можете использовать глобальные переменные как подстановки для именованных констант, если ваш язык их не поддерживает. Так вы можете заменить константные значения 1 и 0 глобальными переменными true и false, установленными в 1 и 0. Или вы можете заменить число 66, используемое как число строк на странице, переменной linesPerPage равно 66. Этот подход позволяет упростить дальнейшее изменение кода. Кроме того, его легче читать. Такое упорядоченное применение глобальных данных – отличный пример программирования с использованием языка, а не на языке. Так, эмуляция перечислимых типов. Вы также можете использовать глобальные переменные для эмуляции перечислимых типов. В таких языках, как Python, который напрямую такие типы не поддерживает. Оптимизация обращений к часто используемым данным. Иногда переменные так часто вызываются, что упоминаются в списке параметров каждого метода. Вместо того, чтобы включать ее в каждый список параметров, вы можете сделать ее глобальной. Однако, случаи, когда к переменной обращаются отовсюду, редки. Обычно она используется ограниченным набором методов. И вы не можете объединить в класс вместе с данными, с которыми они работают. Исключение бродячих данных. Иногда вы передаете данные методу или классу, только для того, чтобы передать в другой метод или класс. Например, у вас может быть объект обработчик ошибок, применяемый в каждом методе. Если метод в середине цепочки вызовов не использует этот объект, он называется бродячим. Применение глобальных переменных помогает исключить бродячие данные. Так, что-то я смотрю. С этим у меня не очень-то и получилось. Так, не понял. Вот у меня утяжелители. Так, надо вот эти перчатки куда-то сбагрить. Давайте я их выкину. Вот так вот. И надо подлечиться. И надо какие-то, может, вот это. Так, сила 5. А если... А ну-ка, я сейчас сохранюсь. Так, на сколько увеличится сила? А, ловкость на 10. Ну ладно, давайте с этими колесами сейчас. Моя хотеть ИСО драться. На, я потерял 3 интеллекта, поэтому... Да, такой туповатый немного. Так. Используйте глобальные данные как последнее средство. Прежде чем вы решите использовать глобальные данные, рассмотрите следующие альтернативы. Елки-палки, у меня зависимость. Офигеть. Ну ладно, я думаю, она пройдет. Потому что здесь некоторые зависимости проходят со временем. А некоторые нет. Короче, идем дальше. Начните с объявления всех переменных локальными. И делайте их глобальными только по необходимости. Изначально сделайте все переменные локальными по отношению к конкретным методам. Если выяснится, что они нужны еще где-то, сделайте их сначала закрытыми или защищенными переменными класса. Прежде чем вы решите сделать их глобальными. Если в конце концов выяснится, что их придется сделать глобальными, сделайте, но только после того, как в этом убедитесь. Если вы с самого начала объявите переменную глобальными, вы никогда не сделаете ее локальными. Но если она сначала будет локальными, вам, возможно, и не понадобится делать ее глобальными. Так. Раз. Два. Три. Неплохо. Раз. Ого. Да, с колесами можно, конечно, и подраться, когда ты под колесами. Че еще жив? Тяжело ранен. Бэмс. Крепкий. Ого. Офигеть, у меня перелом. Ну, надо лечить. Надо лечить. Нет, че-то у меня перед этим второй бой тоже так легко относительно прошел. Так, ладно, идем дальше. Различайте глобальные переменные и переменные члена класса. Некоторые переменные действительно глобальны в том плане, что к ним обращаются из любого места программы. Другие на самом деле классовые переменные. Другие классовые переменные. Вполне нормально обращаться к классовой переменной из нескольких методов, столь угодно, сколь угодно интенсивно. Если методу вне класса нужно использовать эту переменную, предоставьте ее значение посредством метода доступа. Не обращайтесь к членам класса напрямую, как если бы эти переменные были глобальными. Даже если ваш язык программирования это позволяет. Этот совет равносилен высказыванию. Модуляризируйте, модуляризируйте, модуляризируйте. Используйте методы доступа. Создание методов доступа основной подход для решения проблем с глобальными данными. И это будет обсуждено вот сейчас. Сейчас я только полечусь. Перелом можно лечить, если у тебя есть аптечка. Ну или докторская сумка. Вот сейчас я... У меня где-то была... Во! Докторский чемоданчик. И еще у меня должна... А, во! И вот еще, да, лежит. Итак. Берем чемоданчик. И лечимся. Не... А, не получил. Подожди-ка. Да. Получил. Теперь. Теперь быстро бежим, пока не закончилось этот... Колеса. Действия колес. И бежим, деремся с третьим. Так. Используйте методы доступа вместо глобальных данных. Все, что вы можете сделать с глобальными данными, это вы можете сделать лучше, используя методы доступа. Применение методов доступа – основная технология реализации абстрактных типов данных и достижения сокрытия информации. Даже если вы не хотите создавать полноценный абстрактный тип данных, вы все равно можете использовать методы доступа для централизации управления данными и для защиты от изменений. Так, сейчас будем драться с третьим противником. Так, моя хотеть ИСО драться. Круто. Только захотел драться, и вон я потерял сопротивление урону. Короче, закончились эти мои колеса. Зависимость осталась. Блин, ну попробую. Если что, загружусь и приму еще колеса. Так, преимущества методов доступа. Использование методов доступа имеет несколько преимуществ. И сейчас я их перечислю. Так, первое преимущество. Вы получите централизованный контроль над данными. Если позднее вы обнаружите более подходящую реализацию структуры, вам не придется изменять код везде, где она упоминается. Изменения не всколыхнут всю вашу программу. Они останутся внутри методов доступа. Следующие преимущества. Вы можете быть уверены, что все ссылки на переменную изолированы. Добавляя элемент стек с помощью таких выражений, как стек аррей. Так, это массив получается. Да, ну, стек на основе массива. И тут в индексах стек топ. Равно newElement. Так вот, если так делать, вы легко можете забыть проверить переполнение стека и допустить серьезную ошибку. Используя же методы доступа, скажем, pushStack newElement, вы можете написать проверку переполнения стека в методе pushStack. Проверка будет выполняться автоматически. И вы сможете про нее забыть. Так, интересно, выживу я или нет? Наверное, нет. И я еще ломаю ногу. Это Holyfield? Офигеть. Так, он ранен, а я уже такой серьезно ранен. Так, следующее преимущество. Вы автоматически получаете главное преимущество сокрытия информации. Даже если вы и не намеревались использовать их в этих целях, вы можете изменять содержимое метода доступа, не затрагивая остальную часть программы. Эти методы позволяют вам отремонтировать интерьер вашего дома, оставив фасад прежний. Так что ваши друзья его смогут узнать. И следующее преимущество. Методы доступа легко преобразуются в абстрактные типы данных. Одно из преимуществ этих методов в том, что вы можете создавать более высокий уровень абстракции, чем при использовании глобальных данных напрямую. Например, вместо кода ifLineCount больше maxLines, вы сможете, используя метод доступа, написать ifPageFull, ну, вызов метода. Это небольшое изменение документирует цель проверки ifLineCount прямо в коде программы. Оно дает небольшой выигрыш в читабельности, но постоянное внимание к таким деталям и создает различия между красиво написанным программным обеспечением и наскорослепленным кодом. Так, я тут несколько дней под... А, нет, зависимость осталась. Блин, мне показалось, что зависимость пропала. Так, если это зависимость, значит, какие-то характеристики у меня уменьшены. Сбегаю я сейчас колеса вот здесь попробую прикупить. Там были колеса какие-то, которые увеличивали силу. Вот, потому что мне еще двух противников надо убить, ну, победить. А вот третий противник такой уже. Серьезный. Так, у кого у этого были колеса? Так, какие у вас есть колеса? Не-не-не-не-не. Тайном винт не буду, потому что я с этой зависимостью... Оно мне, конечно же... Где-то еще у кого-то было. Нет. Блин, а у кого-то еще... Ладно, еще раз попробую. Бартер, что у него есть вообще? Это все то же самое. Можем все-таки принять. Принять, принять. Винт. Там, по идее... Противоядие-то уже есть. И оно где-то, по идее, вроде можно его... Где-то купить. Так, так, а кто-то где-то тут, помню, кричал, что у него дешевая наркота. Нет, это нам не надо. Ладно, попробуем этого третьего забить без винта, без наркотиков. А вот с четвертым... А вот с четвертым противникам, возможно, придется. Так, ладно, идем дальше. Как использовать методы доступа? Здесь представлена краткая версия теории и практики методов доступа. Скройте данные в классе. Объявите их с помощью ключевого слова static или аналогичного, чтобы гарантировать их существование в единственном экземпляре. Напишите методы, позволяющие получать и изменять данные. Потребуйте, чтобы код вне класса использовал эти методы, а не данные напрямую. Например, если у вас есть глобальная статусная переменная gGlobalStatus, описывающая общее состояние программы, вы можете создать два метода доступа. GlobalStatusGet и GlobalStatusSet, каждый из которых делает то, что сказано в ее названии. Эти методы обращаются к переменной, спрятанной внутри класса, заменяющей GoGlobalStatus. Остальная часть программы может получать все преимущества бывшей глобальной переменной, вызывая GlobalStatusGet и GlobalStatusSet. Ну здесь типа создается просто Singleton, что-то типа того. Если язык не поддерживает классы, вы все равно можете создавать методы доступа для манипуляции глобальными данными. Однако, вам придется устанавливать ограничение доступа к глобальным данным. С помощью стандартов кодирования, а не встроенных средств в язык. И вот несколько основных принципов применения методов доступа. Для сокрытия глобальных переменных в языках, не имеющих встроенной поддержки этого. Да, что-то жестко он лупит. Походу надо будет винтом закидываться. Это жесть. Тану нафиг. Я его так не выиграю. На тебе. Ну что ты мажешь, ну? Не, походу надо загружаться. Так, ладно. Требуйте, чтобы весь код обращался к данным через методы доступа. Хорошим соглашением будет начинать имена всех глобальных переменных с префикса g подчеркивания. И в дальнейшем требовать, чтобы никакой код не обращался к переменным с префиксом g напрямую. Кроме методов доступа к этим переменным. Весь остальной код работает с этими данными через методы доступа. Не валите все глобальные данные в одну кучу. Если вы сложите все глобальные данные в одну большую кучу и напишите для них методы доступа, вы решите проблему глобальных данных, но утратите некоторые преимущества абстрактных типов данных и сокрытие информации. Раз уж вы пишете методы доступа, обдумайте, к каким классам принадлежит каждая глобальная переменная. И затем упакуйте данные и методы доступа к ним в этот класс. Так, ну ладно, принимаем наркоту. Сила увеличилась. Сила... Все. Ладно, погнали. Так, сейчас я тут типа... Типу... Под психу. Два винта у меня. Короче, такой наркоман еще. Так, управляйте доступом к глобальным переменным с помощью блокировок. По аналогии с управлением параллельным доступом к многопользовательской базой данных, блокировка требует, чтобы перед вызовом или обновлением значения глобальной переменной, ее помечали для изменений, типа check-out. После использования переменную можно освободить, check-in. Если пока она занята, то есть помечена для изменений, другая часть программы попытается к ней обратиться, процедура блокировки выводит сообщение об ошибке или генерирует исключение. Такое описание механизма блокировок опускает многие тонкости в написании кода, полностью поддерживающие гоу-параллельные вычисления. А как так я потерял? Вы че? Ребята... Ээээ...about... Эээ...ээ...эээ...пу-пу-пу-пу... Чего-то я не понял, почему я потерял? Очень странно. Не, это...это нереально, это надо загружаться. так по этой причине упрощенные схемы блокировок вроде этой наиболее полезны на стадии разработки пока схема тщательно не продумана она скорее всего не будет достаточно надежно для работы промышленной версии приводе программы в эксплуатацию такой код должен быть заменен на более безопасный и выполняющий более элегантные действия чем вывод чем вывод сообщений об ошибках так при обнаружении ситуации когда несколько частей программы пытаются заблокировать одну и ту же глобальную переменную он мог бы записать сообщение об ошибке файл такой способ защиты во время разработки довольно легко реализовать если вы используете методы доступа но это было бы затруднительно сделать если бы вы обращались к данным данным напрямую встроить уровень абстракции методы доступа разрабатывайте методы доступа в области определения задачи они на уровне деталей реализации этот подход позволяет улучшить читабельность а также страхует от изменения деталей реализации выполняете доступ к данным на одном и том же уровне абстракции если вы используете метод доступа для выполнения какого-то действия со структурой все остальные действия должны производиться с помощью таких методов если вы считываете данные с помощью метода доступа то есть записывайте их с помощью метода если вы вызываете и нет стек для инициализации стека и push стек для добавления в него элементов то вы создали целостное представление данных если же вы извлекаете элементы с помощью выражения вэлью равно аррей ну и индекс там такой стек топ то это представление данных противоречиво противоречивость усложняет код для понимания понимание создайте метод pop стек используйте вэлью равно аррей стек топ а и используйте вместо ну обычного этого доступа к массиву вот так как уменьшить риск использования глобальных данных сейчас я вам зачитаю сейчас я заряжу машину по моему вот так вот вот так вот да сейчас я съезжу в рейдинг там был доктор он обычно меня лечил так как же уменьшить риск использования глобальных данных как правило глобальные данные должны быть переменными класса который не был правильно спроектирован или разработан в редких случаях данные действительно должны быть глобальными но доступ к ним может осуществляться посредством оболочки методов доступа что позволит минимизировать потенциальные проблемы в крохотном числе оставшихся вариантов вам действительно необходимы глобальные данные в этих случаях вы вы можете рассматривать принципы перечисленные ниже как прививки дающие возможность пить воду в зарубежной поездки они бесполезны но увеличивают шансы остаться здоровым а чё он не хочет меня лечить так ладно это мне не надо нет у него противоядие ладно давай это купим логу ладно потом заберем 1190 потом просто придем доктору что-то впарим и все и заберем обратно свои денежки так ладно тогда тогда я поеду сейчас еще в одно место в город убежище и там так вот это я все-таки надену потому что мало ли я сейчас кого-то на кого-то нарвусь а не смотрите зависимости у меня уже нету отлично тогда я сейчас то поеду опять драться что так 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 и вот свет разработайте соглашение по именованию которые сделают глобальные переменные очевидными вы можете избежать некоторых ошибок просто сделав очевидным факт что вы работаете с глобальными данными если вы используете глобальные переменные для нескольких целей например как переменные и как замену именованных констант убедитесь что ваше соглашение по именованию делают различие между этими типами использования создайте хорошо аннотированный список всех глобальных переменных если соглашение по именованию указывает что данная переменная является глобальной будет полезно показать что это переменная делает список глобальных переменных один из наиболее полезных инструментов который может иметь программист работающий с вашей программой не храните промежуточных результатов в глобальных переменных если вам нужно вычислить новое значение глобальной переменной присвоите ей окончательный результат в конце вычислений а не храните в ней результаты промежуточных расчетов так что то я не туда не считайте что вы не используете глобальные переменные поместив все данные в чудовищный объект и передавая его всюду размещение всех возможных данных в одном огромном объекте может формально удовлетворять принципу отказа от глобальных переменных на это приводит исключительно к накладным расходам и не создает преимуществ реальной инкапсуляции если вы используете глобальные данные делайте это открыто не пытайтесь замаскировать это с помощью объектов страдающих ожирением так сейчас опять примем психа но без без винта ой 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 вот опять зависим она проходит ничего страшного ну и контрольный список применения необычных типов данных структуры используете ли вы структуры вместо отдельных переменных для организации и манипуляции группами взаимосвязанных данных рассматривали ли вы создание класса как альтернативу использованию структуры теперь вопросы по глобальным данным глобальные данные действительно ли все переменные объявлены локально или в области видимости класса если только они не должны быть глобальными различаются ли в соглашениях по именованию переменных локальные классовые и глобальные данные документированы ли все глобальные переменные свободен ли код от псевдо глобальных данных мамонтообразных объектов содержащих мешанину из данных передающихся в каждый метод используются ли методы доступа доступа вместо глобальных данных организованы ли данные и методы доступа к ним в классы предоставляет ли методы доступа уровень абстракции независимый от реализации используемого типа данных находятся ли все методы доступа на одном уровне абстракции так дальше указатели вопросы по указателям изолированы ли операции с указателями в методах корректны ли обращение к указателям или они могут быть висячими проверяет ли код корректность указателей перед их использованием проверяется ли корректность переменной на которую ссылается указатель перед ее использованием присваивается ли указателям пустое значение после их освобождения использует ли код все необходимые для читабельности переменные указатели освобождаются ли указатели в связанных списках в правильном порядке выделяет ли программа резервный парашют памяти чтобы иметь возможность аккуратно завершить выполнение в случае нехватки памяти используются ли указатели как последнее средство когда другие методы неприемлемы ну и и ключевые моменты структуры могут помочь сделать программы менее сложными упростить их понимание и сопровождение принимая решение использовать структуру подумайте не будет ли класс подходить лучше работа с указателями чревато ошибками обезопасьте себя используя методы или классы для доступа к ним и практику защитного программирования избегайте глобальных переменных не только потому что они опасны но и потому что их можно заменить чем-то другим если вы не можете отказаться от глобальных переменных работайте с ними через методы доступа эти методы предоставляют все тоже и даже больше что и глобальные перемены и на этом глава 13 закончилась так и дальше у нас тут голова 14 15 16 17 18 и 19 это операторы но мне что-то кажется что я эти главы пропущу потому что здесь много примеров много примеров много примеров зачитывать их это просто нереально поэтому и ну возможно я принципе буду так читать без опять-таки без этих без зачитывания реально примеров кода то есть просто так буду идти и пропускать да там потому что все-таки есть тут советы советы ладно наверное так и сделаем поэтому следующий раз начнем главу 14 ну и так далее и пойдем на сегодня все на сегодня конечно же все но что то я за все за все это время так и и не стал чемпионом по боксу а он все выглядит раненым и раненым не понял это еще раунд второй блин чё делать отбежать подальше вот так вот о выглядит раненым ну давай 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 добивай мне бы вот этот еще бой выиграть а потом я попробую с о круто выиграл и меня насколько я знаю остается еще один боец и все ну еще один противник имею так ну тогда нормально сейчас я излечусь от зависимости и скорее всего там надо будет уже винт принимать тысячу очков опыта я получил болен чуть-чуть осталось до следующего уровня о я сейчас пошарюсь по пустоше сейчас может встречу каких-то там ну собак там или еще кого-нибудь можно будет сейчас себе уровень взять съездить в город убежища потрендить с тем доктором который сделал противоядие возможно у него есть в продаже это противоядие то тогда винт можно легко употребить легко употребить так 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 куда едем едем в город убежище круто троих победил четвертый будет по ходу вообще жесть мне надо как то как то все таки взять этот уровень и уже с новым уровнем выходить в бой да книжек тут конечно мало вообще мало не науку толком не проучишь ну то есть интеллект имею ввиду там что-то подтормаживает опять иногда непонятно играешь ну нормальный фпс и все хватает а иногда блин такие тормоза вот сейчас там 17 фпс 18 24 в чем дело непонятно так 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 идем сюда вот он этот доктор это он сделал противоядие один образец отнес в рейдинг мне нужна медицинская помощь и так гораздо лучше бартера фу мог бы от зависимости вылечить это плохо что он меня не вылечил значит противоядие у него нету что значит надо сделать надо где-то найти колес еще такие зелененькие таблеточки они повышают силу потому что вот такая вот зависимость она проходит а от винта нужно либо колодца периодически либо не колодца все легко и просто блин а где же были таблеточки в ньюрина вряд ли это всяких докторов сейчас надо еще где-то куда бы его сейчас заехать блин даже не помню да это если бы отмечать в каком-то блокнотике где что находится было бы конечно получше так 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 куда можно съесть дыра кламат нет рейдинг брокен хиллз ну давайте все равно а мне бы еще каких-то этих повстречать да то есть когда а вот хотел сказать когда нужно никто не встречается а вот когда не нужно то не с этими воевать точно не буду сколько их тут ого то ну мне мне будет до машины добраться я походу уже не доберусь вот так вот умер ли я и не сохранялся ну круто короче короче круто тогда сейчас просто поезжу в округе попробую получить этот уровень так наверное это сделаю сам чтобы 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 вот это вот не было вот этих вот сохранялок и всего такого а следующий раз продолжим поэтому всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки делимся комментируем и все такое всем пока пока